Здравствуйте, дорогие телезрители! Игра «Думай, знай, познавай» вновь с вами. Я и ведущий Кирилл Махров. Пять вопросов уже готовы. И мы готовы их как можно быстрее задать очередному участнику. Пойдемте быстрее найдем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Анна. Меня Кирилл зовут. Очень приятно. Ну что, Анна, пять вопросов. Все они будут короткие. И, надеюсь, вы дадите пять правильных ответов. Этот город является самым крупным городом в мире, расположенным за Северным полярным кругом. Подсказываю это в России. Как вы думаете, какой у нас город? И самый крупный за Северным полярным кругом? Мурманск. Мурманск. Норильск. А, это только один вариант, да? Да. Мурманск. А на сколько уверены? На четыре. На четыре. Это правильно, это Мурманск. Действительно, это так. До 2000 года считалось, что на Земле находятся четыре океана. Однако с 2000-го их стало пять. Какой появился пятый океан? Южный океан. Южный океан. А может, северный? Нет, Южный океан. Южный. А на сколько уверены? На пять. На пять. Это правильно, действительно, это Южный океан. На какой из перечисленных планет день длиннее, чем год? Вариант ответов. Марс, Венера, Юпитер или Меркурий? На Меркурии. На Меркурии. Да. Точно? Я детям, да, читала. А может быть, это не Меркурии? Нет, на Меркурии. А может, не Меркурии? Ближе к Солнцу и быстро оборачивается вокруг Солнца. Смотрите, день длится дольше, чем год. То есть, здесь нужно брать в расчет не то, что он быстрее всех планет вокруг, а то, что он вокруг себя дольше обращается, чем вокруг Солнышка. Поэтому... Какие варианты? Варианты Марс, Венера, Юпитер еще. По-моему, все-таки Меркурий. Но вы мне заранили сомнения. А если он скажет, что это не Меркурий? Тогда я спрошу, кто? Ну, давайте вот три варианта ответа. Марс, Венера или Юпитер? Угу. На какой из перечисленных планет день длиннее, чем год? На Юпитере тогда. А на сколько уверена? Не уверена. На два. На два. К сожалению, это неправильно. Вот, правильный ответ – Венера. Да, у нее день чуть-чуть больше, чем год. Какая птица носит фамилию знаменитого русского писателя? Вот, по-моему, есть такое. Знаменитый русский писатель. И так же птичку называют. Чижик? Нет, нет. Нет, это иллюстратор был. А я вам подскажу. На «Г» начинается. А, Гоголь. Гоголь. Понятно. Уверены? Нет. Нет. А на сколько не уверены? Не уверена. Насколько я уверена? Ну, уверены, не уверены. На два. На два. Это Гоголь. Это правильно. Дрова. Какого дерева использовались у крестьян России для выжигания сажи в печных трубах? То есть, вы знаете, да? Раньше топили все, да? И вот брали одно дерево, которое еще эту сажу выжигало. Вариант ответа. Альха, береза или ель? Альха. Альха. Я не уверена. Не уверена. Ну, а примерно? Так. Ну, альха? Как вариант. Тем более, три варианта ответа. Не четыре, а три. Альха. А насколько уверены? Знаю, что береза много сажи дает сама. А вот ель слишком смолистая и не полагается топить печи. Наверное, пожароопасно. Не знаю. Пусть будет альха. На сколько? На четыре. На четыре. Это правильно. Ну, смотрите, 20 баллов не набрали, но я вам обещал подарок. И обязательно подарок подарю. Есть такой салон красоты. Называется «Клиника красоты». Вот, пожалуйста. Я вам даю сертификат на тысячу рублей. Пожалуйста, пользуйтесь. Будьте всегда такой же красивой, целеустремленной и веселой. Так, в городе? Да. Спасибо вам большое. Это сеть клиник, поэтому вы, в принципе, можете использовать его в любом городе. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.